Ну что ж, в нашей программе мы давно не рассказывали о таком увлечении, как скалолазы непохожие. Самарскую губернию накрывает новая волна, все больше становится ребят, которые увлекаются и которых затягивает этот вид спорта. Итак, мы хотим рассказать о недавно прошедшем чемпионате по скалолазанию в нашей программе «Мир увлечений» на канале «Губерния». Палатки, спальники, ночевки, еда и чай с костра – вечерние посиделки в компании единомышленников. Несколько раз за летний сезон собираются у подножия верблюд горы парни и девушки. Приезжают сюда семьями и берут с собой даже малышей. Традиционный повод для встреч – соревнования по скалолазанию. Регулярно здесь летом проводим мы соревнования по скалолазанию. С конца 80-х годов проводятся соревнования на скальном массиве горы верблюд, вот который вы здесь видите. То есть трассы подготовлены специальными опытными альпинистами, скалолазами, то есть ребятами, которые этим занимаются. Это не просто соревнования, а настоящий фестиваль. В этом году в нем приняло участие около ста начинающих любителей и профессиональных спортсменов от мала до велика. Первый день – отборочные турниры, во второй день остались сильнейшие участники. Заметим, что после волны популярности в середине 2000-х годов в скалолазание постепенно наступило затище. Не так массово выезжали на сборы, не так много проводилось состязаний с большим количеством участников и надежными спонсорами, как в этот раз. В последние два года, если честно, просто сумасшедший оборот, он начинает набирать скалолазание. Это и активная популяризация в кино очень много, в разнообразных передачах, в разнообразных журналах, книгах пишут очень много про скалолазание. И действительно, сейчас этот вид спорта, он становится доступным. Кто не знает мультяшного героя, который легко лазит по стенам? Часто скалолаза называют Человек-паук. Скорее, Человеки-ящерицы, наверное, больше. Да, потому что идеальная техника скалолазная, конечно, она так максимально приближена, если видели, когда ящерицы лазают по скале. То есть очень у них все гармонично, очень все приятно смотреть, в общем, пластичное. Вот. Поэтому, да, скорее скалолазов можно сравнить с ящерками, которые греются на камнях, на солнце. Погреться на солнце на нынешний областной чемпионат прибыли участники из Самары, Тольятти, Казани и Бензы. Утро второго дня фестиваля началось с просмотра выступлений самых молодых спортсменов. Волнение перед стартом, разминка, тело свойственное для скалолазов и знакомство с трассой. Как говорится, нужно прощупать ее своими руками каждый выступ, каждую щелку, где возможно зацепиться. Первыми идут юноши, за ними девушки. Дается направление подъема и пять или шесть минут на сам подъем, в зависимости от сложности. Зрители напряженно наблюдаются молодыми участниками, за их техникой на стене. О чем думаешь, Казани? Я думаю о том, как пролезть, как буду первым, как можно пролезть, как выйти из какого-то неловкого положения, как там встал неправильно, поменять ноги, руки. Кто-то медленно, но уверенно пробирается на максимальную высоту, иные срываются уже на первых метрах. Бурные аплодисменты зарабатывают те ребята, которым удалось максимально подняться по скале. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Давай, лезь. Давай, дергайся. Время! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девчонки наравне с мальчишками тоже покоряли высоту. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Скалолазание серьезное увлечение, но физически непростое. Кстати, не опаснее других видов спорта. Даже безопаснее, несмотря на высоту скал и гор. Начать заниматься можно в любом возрасте. И неважно, какое до этого было увлечение. Раньше были танцы. Мама мне предложила, что пойдем на скал, я сказала, хорошо. Пришла на тренировку и пролезла, мне понравилось. Юноши и девушки за ними последовали взрослые участники. Сначала любители, затем спортсмены с разрядами. Ну что же, в этом году организаторы решили усложнить задачу для участников. Придумали комбинированную трассу. Трасса, которая еще не устанавливалась нигде в России. Первые метры преодолеваются по фанерному счету с зацепами. Так сказать, зальный вариант. Далее участники переходят на естественный скальный ландшафт. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Что здесь самое сложное было? Самое сложное начинается как раз на выходе на скалу. Каждое движение становится тяжелее и тяжелее дальше. Что для вас сейчас не хватило, чтобы пойти дальше? Сложность рельефа, непонятные зацепки, которые не видно снизу. Да, действительно, комбинированная трасса оказалась для любителей скалолазов весьма сложным объектом. Но вот как пройдут эту трассу настоящие спортсмены, давайте сейчас ее подоблюдаем. Да, это действительно спортсмены, соответствующие своим разрядам. Порадовали зрителей своей зрелищностью и мастерством. Порадовали зрителей своей зрелищности и мастерством. А у тебя какой-то есть разряд? Да, первый разряд. А сколько занимаешься? Десять лет. Десять лет, да? Вообще, за десять лет было там страшно, бывает? Ну, страшно иногда бывает. А в каких случаях? Ну, так сразу трудно вспомнить, но в основном привыкаешь, и не так страшно. Ну, вообще, это достаточно безопасно. Поэтому говорить, что это какой-то обоснованный страх, я бы даже не сказал. Так же методично, как и предыдущий спортсмен, уверенно, спокойно и, можно сказать, красиво поднялся со счета на максимальную высоту по скале. Мастер спорта по скалолазанию Айдар Акберов из Казани. Мастер спорта всегда должен побеждать? Нет, не всегда. На самом деле мастер просто не сгорает. Я очень много выступал в детстве, и потом у меня был большой перерыв. Сейчас я начинаю тренировать детей своих, и поэтому вместе с ними мне приходится заниматься, чтобы показывать, учить опыты, передавать. Такое уже семейное? Это более любительское, да. У меня сейчас уже не профессиональный вид спорта, да, а любительский, на самом деле, больше подход. Бывало, что страшно? Всегда страшно. Ну, об этом как-то на соревнованиях не думаешь, на самом деле, просто думаешь о маршруте. Вот, и здесь уже... Вот сейчас, когда уже на последнем этапе, там уже все уже, правда... Ну, там, на самом деле... Не, руки... У меня просто рука скользнула. Может быть, я еще что-то бы сделал, и я не увидел там просто следующего перехвата. Он за перегибом, я просто не увидел. А так вообще, ну, я доволен своим результатом. Наблюдая за состязаниями, мы сделали еще один вывод. Если хочешь держать себя в хорошей спортивной форме и еще круче исполнить желание сбросить лишний вес, то вам прямая дорога на скалодром и в горы, где можно совместить приятное с полезным. Мир приключений начинается здесь. Уникальный, необычный, новый магазин спортивных товаров «Планета Спорт». «Планета Спорт» – тысяча предметов и аксессуаров для активного отдыха. «Планета Спорт» – свыше двух десятков мировых брендов спортивного снаряжения. От зимней одежды и обуви до термобелья и носков. Не поленись долететь до «Планеты Спорт» и ты готов к крутому экстриму или к легкой прогулке. Торговый центр «Амбар» Южное шоссе 5, секция 1-237.